18 июня отмечался День образцового семьи. В современном мире этот институт переживает подчас неоднозначные трансформации, нередко сильно отклоняясь от канонических основ. И все же многое остается незыблемым, как писал Лев Толстой в своем романе Анна Каренина. «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». А еще, как стало известно нашему корреспонденту, каждая идеальная семья идеальна по-своему. Мы решили выяснить, что важно в отношениях, чтобы их можно было назвать идеальными. У каждого человека есть собственное понимание идеальной семьи. Считается, что идеальными можно назвать те пары, в которых царит гармония и комфорт. Однако на самом деле понимание идеальности намного глубже. Мы спросили у жителей нашего города, как они представляют себе идеальную семью, и вот что нам рассказали тверичане. Это семья, где царствует взаимопонимание и взаимоподдержка. Ну, да, пожалуй, этого уже достаточно для того, чтобы создалась идеальная ячейка общества. Самое главное, чтобы любили друг друга. Ну и дети, конечно. Чем больше детей, тем лучше. Когда есть любовь, когда есть взаимопонимание. Когда все, лад. И, как говорится, мир, лад семье. Вот идеальная семья. Если муж и жена понимают друг друга, ей где-то надо и жене уступить, где-то мужу надо уступить. Ну, как говорится, понимают друг друга. Полная гармония должна быть. Вот так. Представления о том, как должна выглядеть семья, складываются уже в детстве или ранней юности, когда перед глазами у ребенка есть пример собственных родителей. Безусловно, по мере взросления образ эталонных семейных отношений меняется. Но его ключевые основы сохраняются в глубине человеческого сознания. Семью Поспеловых можно описать строчками из песни. Старенький домик, русская печка, пол деревянный, лавка и свечка, котик-мурлыка, муж работящий. Вот оно, счастье. В семье трое детей. Каждый член семьи вовлечен в общее столярное дело. Каждый стремится помогать и быть полезным. Они присоединяются к общему мнению об идеальной семье. Взаимопонимание. Взаимопонимание, любовь. Это семья, которая стремится подчинить свои семейные ценности своим каким-то эмоциям негативным, для которых существует именно семейная ценность, семейное взаимопонимание, любовь. Такая семья, я считаю, она справится с любыми сложностями, с любыми неприятностями. Конечно, в любых отношениях бывают трудности. И, как говорит хозяйка дома Поспеловых, выход прост. Необходимо стремиться к поддержке. Не обвинять друг друга в том, что он делает что-то не так, а видеть лучшие стороны и на них опираться. Тогда уже и развитие семьи происходит. И все вместе движемся. А еще общие интересы и ценности имеют большое значение в формировании здоровых человеческих отношений. Многие пары, которые пережили и оловянную, и стеклянную, и серебряную, и золотую свадьбы, говорят, что это настоящее счастье – одинаково видеть совместное будущее и наслаждаться бытом. Счастье – это когда мы все вместе, когда папа растопит камин, в доме вкусно пахнет пирогами, мы зажжем свечу, которую Лада сама у нас изготавливает, и все вместе пьем чай, разговариваем, обсуждаем наши вопросы, как день у кого прошел. И вот когда мы все вместе, вот так вот все дружно, это и есть счастье. Некоторые считают, что идеальных семей все же не существует. Ведь недопонимания и ссоры бывают в любой паре. А куда они приводят, зависит только от людей. Может, идеальных семей не существует, зато есть идеальный выход из критических ситуаций. Научиться преодолевать трудности вместе, принимать и поддерживать друг друга, даже когда это очень трудно. В конце концов, недаром говорят, что жизнь прожить – не поле перейти.